как ведущему нашего осенне-зимнего цикла вебинаров открыть сегодняшний вебинар и представить сегодняшних ведущих. Сегодня у нас будет интересная тема. Это публикация выпускных квалификационных работ ВБС, новые нормативные требования. По этой теме сегодня выступит генеральный директор компании Директ Медиа и руководитель университетской библиотеки онлайн Константин Николаевич Костюк. И в качестве соведущего сегодня выступит известный медиа-аналитик и главный редактор электронного СМИ, частный корреспондент А также заведующий кафедрой МГУ Иван Иванович Засурский. Для начала нашего сегодняшнего вебинара я передаю слово Константину Николаевичу Костюку. И после этого, я надеюсь, ведущие сами уже разберутся, в какой последовательности им выступать и как представлять сегодняшний вебинар. Спасибо вам за внимание. Я передаю слово Константину Николаевичу. Константин Николаевич, включитесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте на нашем последнем вебинаре. Я надеюсь, что он достойно завершит весь нас цикл и будет самым интересным. Во всяком случае, он действительно инновационный, поскольку вот такой темы публикации выпускных работ до сих пор не было. Это совершенно новейший тренд, новое явление. Он связан с приказом 636, о котором во многим, наверное, известно, но во всяком случае узнаете сегодня. Первое слово я предоставляю, собственно, одному из авторов этой идеи и человек, который очень много внес для того, чтобы студенческая работа оставалась не просто частным явлением в биографии студента, а действительно каким-то началом и, может быть, научной карьеры, и просто качественной работой, качественного отношения к своему делу. Иван Иванович Засурский. Он расскажет о том, как это начиналось, как он по своей линии очень много делает в этом направлении, может быть, о наших совместных проектах. Ну, а во второй части я расскажу, как у нас в ВБС непосредственно реализуется вот эта идея, и вы познакомитесь, что можем здесь предложить мы. Так что прошу, включайте Иван Иванович. Мне кажется, я включился уже, да? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Иван Засурский. Я очень часто, что меня позвали рассказать о том, как это все вообще развивалось и прочее. Я очень рад, что постоянно мне, конечно, рассказал про Содрикский приказ. То есть, в целом, нужно понимать, что это происходит, знаете, как быстро сказка сказывается, или не быстро дело делается. Это история о том, как докатывается до реализации поручения, которое было дано Медведевым в 12-м, я кажется, году по формированию системы контроля качества всех учебных работ. Вот. И я, на самом деле, не планирую так подробно о чем-то рассказывать. Я могу просто сказать, что за время, как бы, пока существует этот проект, он имеет множество и воплощений, и подтверждений, и множество печать, что собрать. В частности, этот проект назывался «Прозрачная система образования», и как-то проект «Прозрачная профессия» в 11-м инициативе, где наблюдательный совет УВС-президентом тоже задает вопрос. И этот проект тоже обсуждался и в общественной палате, и в многих других. Мысль проекта очень простой, что на самом деле при существующей системе контроля качества учебных работ Самый лучший способ добиться того, чтобы студенты писали хорошие работы, чтобы работы были качественные, и чтобы их можно было объективно оценивать, это публикация работы. Проверка, с точки зрения моей, моих коллег, всех, кто в значительное время обсуждает эту тему, это такой, насколько это экспертный концент, проверка техническими средствами не является, к сожалению, абсолютно надежным способом контроля качества учебных работ, в отличие от их публикации. Потому что публикация также создает всевозможные дополнительные бонусы, такие как возможность формировать партнеры, привлечь внимания на доказательство и так далее. И поэтому я тоже очень признателен, кстати, Николаевич, я считаю, что это уникальная УВС, на самом деле, наверняка лучшая, и я думаю, что он сейчас имеет возможность проследить, просто потому, что он думает о своих клиентах УВС и понимает, что есть значительные плюсы, которые УВС получают от публикации работы. Моя задача в этой ситуации, я думаю, что, конечно, все это принесет от себя и объяснит. Моя задача просто показать, насколько это действительно важно, почему это срочно и как это делать лучше. С моей точки зрения, почему это важно? Это важно, потому что 136-й приказ приведет к тому, что в большей части нужно будет проверена декомная работа. Мы подготовили методику для работодов надзоров, которая регламентирует, каким образом будет проводиться контроль качества декомных работ. Это еще не окончательное решение. Это только наше предложение, мы наверняка все будем доделать и так далее. Но общие подходы, мы разрешили обозначить, что УВС, которые будут опубликовать больше 80% работ, практически не будут проверяться вообще. Там 10 работ будут, смотрите, запубликованы. И это будет считаться проверкой. А ВУЗы, которые между половиной и Василей Литвы, они будут смотреть от 10 до 50 работ, и при этом могут посмотреть неопубликованные тоже проверить. Вот, здесь есть дополнительные работы, а можно больше, если есть подтверждение, выникать. И они уже могут смотреть неопубликованные. А вот если меньше половины, то все работы будут проверяться, причем на двух системах разных. Компагиатры, которые работают по разным принципам. Одна, которая больше по словам, другая, больше по смыслам. В общем, на самом деле, есть очень простой способ написать хорошую работу. Как вы знаете все, я уверен, что вы образованные умные люди. Все понимаете, что есть тысячи способов накосячить. Есть, да, совсем невнятное бормотание, отрегулируйте звук. Как же мне это сделать, друзья? У меня стоит на максимуме. Сейчас слышно? Давайте так. Поставьте плюс те, кому слышно сейчас хорошо. И минус те, кому ничего не слышно. Просто мне нужно говорить гораздо громче и вот так, да? Вот наклоняться немножко к компьютеру, да? Вот сейчас слышно. Хорошо. Вы хоть что-нибудь поняли из того, что я говорил? Хорошо. Тогда я перейду к самому главному. К самому главному. Как человек, который причастен к внедрению всей этой системы контроля и проектов, которые нацелены на публикацию работ, я чувствую особую ответственность в том, чтобы объяснить, как и почему меняются правила игры. Правила игры меняются радикально. Те вузы, которые опубликуют больше 80% работ, просто бранадзор на плагиат проверять фактически не будет. Они возьмут любые 10 опубликованных работ, посмотрят их и расслабятся. А те, которые больше 50% опубликуют, но меньше 80%, с ними будут подробнее разбираться. В том числе будут смотреть неопубликованные работы. Те же вузы, которые опубликуют меньше половины работ, будут считаться как вузы, у которых не социальная система контроля качества, не организационная, а техническая. А если техническая система контроля качества, то эти технические, как бы условно говоря, вузы будут проверяться полностью, потому что это единственный способ иметь дело с технической проверкой. Это полная проверка всех работ. Поэтому сейчас выяснится наверняка при этой полной проверке, что куча людей запостила чужие чьи-то работы. Поэтому я считаю сейчас особенно важно, чтобы все, у кого есть хоть какие-нибудь работы, могли пойти их и опубликовать. Потому что в 21 веке единственный шанс защитить права на свою работу, это ее опубликовать открыто. В том числе через Константин Николаевич, через университетскую книгу. В том числе через научный корреспондент. Я уверен, мы договоримся, мы будем получать лучшие работы в научном корреспонденте, что научный корреспондент это проект, который мы делаем президентскому гранту. Специально для того, чтобы люди имели шанс опубликовать свои работы, даже если они уже закончили вуз, если они выпускники. Им жалко, если кто-то их работу запостит под своим именем. Ну тогда они сейчас должны опубликовать эти работы как можно скорее, пока вузы не начали проверять. Их начнут проверять летом. Поэтому сейчас я проповедую вселенский шухер всем вузам, которые в принципе хотят пережить все эти проверки, желательно своих студентов поставить раковки, заставить их сохранять работы. Публично, не только в ВБС. Потому что в ВБС им кажется, что можно срезать угол, можно проскочить. А они должны понимать, что они отвечают своей репутацией, что они могут наиграть что-то. Поэтому проект, который сейчас мы в ассоциации интернет-издателей развиваем, называется «Востребованное образование». Смысл в том, что мы не просто призываем публиковать работу. Мы не просто запустили специальное издание, которое будет сотрудничать с университетской книгой. И через университетскую книгу вы можете к нам попасть. Научный корреспондент. И там, соответственно, много людей сможет это прочитать, посмотреть. И там в том числе будут выходить конкурсы от работодателей. Работодатели будут ставить темы для диплома, темы для курсовых. И люди, которые пишут на эти темы или на близкие похожие темы, смогут получить призы, практики, стажировки. То есть мы стараемся создать востребованность. С тем, чтобы мотивация не только была социальной перед друзьями, покрасоваться. Хотя это важно, что этот проект позволяет легко распостить любую работу учебную в любых соцсетях. Но это тоже не главное. Главное, чтобы эти знания могли сохраниться, чтобы автор мог защитить свои права, чтобы студент получил портфолио, по которому легко понять, чего он стоит. И мы, естественно, все это будем делать. Потому что наша задача сейчас, ассоциация интернет-издателей и моя личная, это создать условия, при которых люди могут избежать всех проблем. И условия, что они все сделали правильно. А правильно сейчас, это опубликовать свою работу под своим именем. В научном корреспонденте или ВБС, а лучше и там, и там. Значит, что касается научного корреспондента. Это не прибыльное издание. Это продукт, который создан двумя ассоциациями. Ассоциация интернет-издателей и ассоциация за открытую науку. Значит, соответственно, эти ассоциации договорились, что будут развивать открытую коммуникацию, научную коммуникацию в открытом доступе. С этой целью был сформирован научный корреспондент, который, с одной стороны, дает людям возможность любую работу сохранить и опубликовать, а с другой стороны, дает возможность поискать по архиву научных статей, в частности, крупнейшему научному архиву Европы в открытом доступе к киберленинге, которая сейчас основная база. Мы будем коллекции расширять, но смысл не в этом. Смысл в том, что мы планируем развивать социальные элементы, которые позволят нам что-то сделать вроде царя горы. А пока что, просто я вас умоляю, донесите до тех, кому это может понадобиться. Я думаю, что до мая последний шанс опубликовать свою работу таким образом, чтобы вы могли это сделать под своим именем, потому что 20 лет уже существует эта коррупция, продажа всех этих работ из закрытых банков. И вполне возможно, что сейчас ваш текст дает кто-то другой. Вот что я хотел сказать. Есть ли вопросы к каким-нибудь друзьям? Мне кажется, я, в принципе, все сказал более-менее. Да, значит, приказ 636 дает вузам право решить, где опубликовать свою работу. Мы в методике Рособорнадзора, по крайней мере, рассматриваем несколько вариантов. Публикация на ВБС, публикация возможна на сайте, публикация возможна на специализированных ресурсах, таких как научный корреспондент, он там особо прописан. В чем смысл этой конструкции? В этой конструкции в том, что вузы должны дать студентам легкий шанс опубликовать свою работу. Проблема с публикацией на сайте вуза очень простая. Вы не знаете, попадет она в базу данных антифлагиаза или нет. Поэтому мы в научном корреспонденте разрабатываем специальное решение. Я уверен, что и к статисту Николаевичу им такое предложение. Как сделать так, чтобы работа попадала в базу антифлагиаза, не по вузу, а вообще в общую базу, причем под этим именем. С этой целью нам придется внедрить какую-то дополнительную авторизацию. Вот я тоже надеюсь, что на эту тему мы с статистом Николаевичем договоримся, потому что я хочу, чтобы клиенты его вузов могли к нам заходить под своими университетскими профилями, чтобы было видно их статусы. Потому что тогда мы сделаем еще один шаг по развитию инфраструктуры, научной коммуникации, если люди в открытом доступе смогут открыто рецензировать, и будет понятно, какой у них статус. В этом случае у нас будет происходить создание научных публикаций по факту их рецензирования, что есть новая веха в развитии, в принципе, научных журналов и всех этих систем. Это то, чем мы занимаемся на моей кафедре, в МГУ в частности, и с Министерством образования в этом плане сотрудничества. Да, вуз сам выбирает. Обязательно подписан на кафедре? Нет, не обязательно. Вы поймите еще раз. С моей точки зрения, с точки зрения ассоциаций, с точки зрения проекта, гораздо важнее не проверять работу, а вставлять требования о ее публикации открытой. Для этого очень желательно, чтобы вы понимали, что такое свободная лицензия или открытая лицензия, Creative Commons, на которой там работают Википедия, научный корреспондент, частный корреспондент, теория и практика, еще куча других изданий. Это общепризнанный формат научной коммуникации правовой. Если вы публикуете работы под Creative Commons, они могут ходить свободно, но автор сохраняет свое право. Понимаете? Это очень важно. Вот эту вот грамотность, конечно, нужно объявлять. Ничего я сперс. Поэтому подписка никакая. Я не продаю подписки на этих лагиат. Вот, поймите меня правильно. Я считаю, что все должны быть работы опубликованы. И это поможет порядок навести гораздо сильнее, чем проверка. Но студент, каждый имеет возможность проверить свою работу на флагиат. Я считаю, что если есть требования к публикации, студент 150 тысяч раз подумает, прежде чем сдавать кривую работу. Скорее всего, просто чтобы не позориться, напишет ее сам и сделает ее нормально. Есть еще вопросы ко мне, друзья? Я смотрю в час внимательный, напряженный. Какой порог чистоты должен быть? Ну, смотрите, причина, как бы, что на самом деле любые пороги абсолютно условные и идиотские. Во-первых, потому что систем плагиата много. Не только есть один из студентов, есть и другие. Но я не буду их называть, потому что я вообще не продаю, как бы, эти услуги. Меня интересует предоставление бесплатной возможности публикации текстов студентам дипломных работ, выпускников, тем, чтобы люди сохранили права на свои тексты и сформировали себе портфоли. Я просто далеко отошел от компьютера, да. Дома и успеют? Послушайте, вообще, как бы, ВУЗ сам решает, публиковать работу или нет. СПБГУ принял решение все работы опубликовать. В МГУ публикуют только экономический факультет, и моя кафедра еще нет. Значит, долго ли ждать опубликованной работы? Нет. В СПБГУ работа публикуется до защиты. До защиты вообще публикуется работа. Если задолго до защиты, ее разрешают потом еще подработать и поменять. По какой ссылке? Думаю, что просто научкорр.р. Он перекинет. Вот научкорр.р. Вот тоже можно использовать. Есть еще исторический, мы сделали такой по коммуникации банк знаний, Дернский РУЗ, но его платформа научкорр создана. Но я считаю, что научкорр на самом деле идеальное решение. Почему? Потому что это абсолютно государственно сфункционированная программа. Это специально сделано, чтобы ВУЗы не могли, не тратя ни копейки своих средств, опубликовать работы своих студентов. Но я считаю, что если вы пользуетесь ЭБС, если вы продвинутый ВУЗ, если вы заботитесь не только о том, чтобы студенты могли опубликоваться, а о том, чтобы у вас был доступ к источникам, чтобы все было обеспечено качественно, нам комфортнее работать тоже через ЭБС. Мы вот договоримся с Университетом Книги, мы с удовольствием будем получать работы, передавать их дальше, в том числе в научный архив, в государственные публично-научно-технические библиотеки. Нам важно, чтобы все работы сохранились. Видите, инион сгорел, и там было 8 миллионов людей спасели. А реально там в эти книге лежат брикеты, введены где-то на хранении. А до этого за 35 лет сгорела эта библиотека Академии Наук. Вы представляете, абсурд сейчас, сколько денег будет потрачено на восстановление. Все документы, все, я верю в это, чтобы была наосфера, все документы должны быть опубликованы в открытом доступе. Репликация позволит избежать эгибы. Чтобы это поощрять дополнительно, мы начнем выдавать специальные идентификаторы, которые позже можно будет поменять на идентификатор под названием DOI. Вот сегодня у нас на эту тему будет семинар. А мы будем временно выдавать другой идентификатор, который будет позволять как бы получить DOI. Значит, DOI будет, я надеюсь, бесплатным для всех, кто в России публикуется, открытым. Для тех, кто хочет сохранить свой текст и получить DOI, это, наверное, будет что-то стоить. Но DOI касается не только текста. Просто DOI важен, потому что это способ следить за цитируемостью в крупных научных базах знаний. С попу, с доп. и веб. Все понимают, что такое DOI. Можно рассчитать им как факт и так далее. Что еще? Давайте еще вопросы. Есть еще вопросы, друзья? Давайте так, смотрите. Я пишу. Я пишу. Я вижу вопросы. Уже первая волна исчерпалась. Тогда я могу брать власть в свои руки. Спасибо, Иван. Кстати, я очень поздно за возможность выяснить. Спасибо большое за приглашение. И я очень молодец, что вы своим коллегам даете возможность с таким образом. Мы как-то так же писали. Я думаю, что благодаря вам такие вопросы будут с самыми делами подниматься. Сколько вы, мне не нравится. Да. Благодарю за добрые слова. Ну, всем тоже, чтобы понятно было, еще раз подчеркну, что речь идет о большом интеграционном проекте, вот в этом ключе, где научкор и проекты Ивана Засурского, университетская библиотека, антиплагиат объединяется в некую единую среду, где будет процесс открытых публикаций. Я уверен, что оно и дальше пойдет. Система открытого доступа заполнится научными работами. Вот. Да, может, людей начнется с наукой. Да. Я проснулся тогда. Да. Всего доброго. Отключайтесь. Чтобы хорошо слышно было. Я как раз хочу об этом рассказать, что дает публикация, и во что она превращает простую работу. Я совершенно согласен с Иваном, что это грядет некая революция, вселенский шухер, как он сказал, пока еще не до всех он дошел, но Иван Засурский уже бьет в колокола не первый раз. Недавно на Липкоме была целая секция посвященная вот этому вопросу, где он тоже выступал. Я уверен, что за полгода этот звук на БАТа доберется до всех. Ну, а я немножко в более академическом ключе, уже привязанном именно к нашему сервису, расскажу о деталях этого процесса. Как вы знаете, черт коренится в деталях, и здесь их довольно много. Это сразу увидит каждый, кто в реальности подключится к этой проблеме. Потому что, еще раз повторяю, от простой рукописи, от учебной работы до публикации колоссальный скачок и в качестве, и в подходе, и, собственно, вот это и то, что перевернет, как я надеюсь, повысит серьезное качество образования, ну и вообще, какие-то наши представления и процессы перевернет. Ну, кратенько совсем об истории вопросов, почему вообще мы сюда пришли. Я думаю, что основное, что побудило к этой теме, страшный размах плагиата, который особенно был в 2000-х годах. Вот недавно приводили цифры, даже сами вузы, сами ректора считают, что до 2-3 работ проходили или полным плагиатом, или частичным плагиатом. Ну, как вы помните, тогда никто не знал оборотную сторону, вот как появились эти базы, то студенты просто копипастом начали сдавать эти работы, не ожидая, что придет такая страшная, страшный зверь, как антиплагиат, и вообще программы на проверке плагиата. И вот они появились, это где-то было в 2005-2007 году, антиплагиат у нас в этом плане лидер, но и мы давно работаем на этом поле, на этом поле детектор плагиата, если кто знает такую программу, она разной формы принимала, ну, преследует те же цели. Ну, и ключевой, наверное, момент, к которому тоже имеет отношение Иван Засурский, это 2012 год поручения руководителя правительства Медведева по поводу внедрения информационной системы с проверкой на плагиат дипломных работ выпускников вузов и диссертаций. Ну, как вы знаете, с диссертациями гораздо быстрее все пошло, это уже практически обязательное требование, а вот дипломные работы встали на повестку тоже только сегодня. Собственно, несколько месяцев назад приказ номер 636, о которой вы уже услышали, о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования и балаковариат, и специалитет, и магистратура, аспирантура, как я сказал, уже включена в этот режим. Собственно, там, о том, о чем мы говорим, сказано весьма немного. Один пункт, 38-й, который требует, чтобы все выпускные квалификационные работы были размещены в электронно-библиотечной системе организации и проверялись на объем заимствования. Вот это понятие размещения в ЭБС и проверка на заимствование, они один из основных блоков работ, которые вообще в этом приказе заложены, содержат. Ну и после этого должен обеспечен быть доступ к текстно-выпускным коллекционным работам. То есть, здесь уже переход от просто размещения, сохранения именно к процессу публикации. Как можно выполнить эти требования? Ну, во-первых, вот в этом приказе прозвучало понятие, которое многие уже обратили на это внимание, электронно-библиотечная система ВУЗа. В целом, все помнят приказ 19.53, где немножко по-другому эти понятия использовались. Прежде всего, там говорилось о сторонних электронно-библиотечных системах. Мы являемся, в частности, такой вот сторонний ЭБС. Но на самом деле, обращу внимание, что уже там подход был, что ВУЗ строит свою собственную электронно-библиотечную систему. И, по сути дела, вот то понимание, которое вложено и в тот, и в этот нормативный документ, он раскрывает ЭБС, как некую организованную совокупность всех электронных ресурсов, доступных внутри ВУЗа. А уже там, что подключено, ЭБС или не ЭБС. Но, если у ВУЗа нет никаких ресурсов, то вот это сторонний ЭБС становится его собственный ЭБС. сливается. И это, как ни странно, довольно частый случай для наших клиентов. То есть, мы становимся этой самой электронно-библиотечной системой ВУЗа. И поэтому, собственно, пришли к мысли предоставлять такой сервис. Тем не менее, первый путь, по которому могут пойти ВУЗы, вот в частности, Санкт-Петербургский госуниверситет, о котором говорил Иван Засульский, он уже по такому пути пошел. Это сохранение работ в собственной электронной библиотеке, репозитарии. И дальше предоставление доступа внутри университета, то есть, не вынося из избы все работы. Это имеет место и право, такой подход. Но я расскажу о всех подводных камнях с этим связанных. Второй путь это сохранение ВБС, который подключен ВУЗ. В частности, и, например, к нашей ВБС. Я думаю, что мы первые, кто предоставит здесь именно уже готовый сервис. Но обратите внимание, что в обоих этих случаях надо решить две задачи. Первая, и в том, и в другом случае обеспечить прохождение процедуры проверки на плагиат. И это уже тоже своего рода публичная проверка. То есть, каждая работа должна иметь такую атрибуцию. А те, кто работал с диссертацией, наверное, помнят, что это весьма тоже трудоемко. Если диссертации мало, то дипломов все-таки у нас много. Ну, а второй аспект очень любопытный. Это заключение лицензионного договора с автором учебной работы на использование ее. То есть, по сути дела, со студентом тоже должны как-то решены быть вот эти вопросы авторского права. К чему далеко не все, думаю, в вузах готовы. Вот. Мы предлагаем два решения в этом ключе. Предложение номер один это готовая платформа как репозиторий. То есть, мы можем предоставить программное обеспечение для вуза и он уже сам в своем репозитории всем этим будет заниматься. А второе готовое решение, которое позволяет на нашей базе делать весь процесс. И это, я думаю, будет очень удобно. А вот теперь давайте перейдем вот к деталям и мелочам, в которых коренится дьявол. Это те задачи поступенно, которые придется решать тому, на кого эту задачу возложат, кто будет организовывать этот процесс. Может быть, я ошибусь, но уверен, что в конце концов это осядет в библиотеках. Первое, что нужно иметь, это или разработать самому, или приобрести электронную библиотеку репозиторий и найти какое-то решение на основе существующих. ресурсов. Это понятные задачи, все сразу об этом подумали. А вот о второй задачи, наверное, не все подумали, но она, наверное, может еще сложнее казаться. Это для того, чтобы организовать весь цикл, а ведь подумайте, ни один студент, ни одна работа не должна уйти мимо этой системы. То есть, нужна какая-то система сбора и учета всех работ. О том, что все выпускные работы занесены, проверены и так далее. То есть, это создание некой учетной системы и целого процесса нетривиального. Третий вопрос, как я уже сказал, встанет. Это вопрос с авторскими правами. Во всяком случае, здесь тоже должна быть какая-то база данных договоров, авторов, то есть, какие-то действия, связанные с этим аспектом. следующий пункт, когда это все решено, придется обучить всех студентов ввести какой-то стандарт, как заносить файлы работ в эту базу, как оформлять работы, то есть, опять-таки, все студенты должны пройти и знать, что они должны при этом делать. То есть, видите, размах вопроса весьма немалый. Дальше, когда все собрано, все учтено, это уже реальные действия провести проверку файлов на плагиат по какой-то процедуре. Ну и последнее, это обеспечить постоянное поддержание, воспроизведение этой системы, чтобы в следующем году было, и еще в следующем, чтобы можно было работы сопоставлять, проверять, строить какую-то статистику, капитализировать. Ну, то есть, это вообще такая система и база данных, это, конечно, особая интеллектуальная собственность и будет иметь ту или иную ценность. Вот. И еще, что мне кажется, проявится вот в этом процессе организационном, то, что, наверное, система должна координироваться на уровне кафедры, поскольку именно там происходит приемка, сдача дипломов. Вот. И, наверное, это будет практически выглядеть так, что студент приходит на приемку, на защиту диплома уже с какой-то справкой о том, что диплом выложен, что он проверен, что все сделано, что необходимо. Во всяком случае, вы видите, что, чтобы организовать этот процесс, потребуются и дополнительные расходы, и весьма такие существенные организационные действия. от ВУЗа. Чем выгоден второй вариант и наше решение, которое мы предлагаем, то есть, публикация в электронной библиотечной системе, интегрированной с информационным пространством ВУЗа. Ну, во-первых, студенты самостоятельно заполняют и публикуют работу в рамках своей работы с ЭБС, в своем личном кабинете. То есть, по сути дела, вот эти отношения научить, показать, объяснить, исправить, это мы берем на себя. Второе. Работы у нас публикуются на основе соглашения Creative Commons, о котором говорил Засурский. То есть, это отношение между нами и студентом, прежде всего. То есть, студент дает свое лицензионное разрешение именно нам и на основе этого уже там идет ВУЗ. То есть, ВУЗ получает готовую в этом плане уже решенную проблему. Третье. ЭБС, интегрированный с антиплагиатом, что мы сейчас и делаем, обеспечивает проверку в автоматизированном таком коллективном режиме и отправляет результаты уполномоченному лицу. То есть, тоже не надо работу никуда носить, закачивать. Это опять-таки происходит внутри системы автоматически. Наконец, когда студент все это сделал, он получает свидетельство публикации своей и приносит его на защиту готовую. Ну и в результате этого студенческие работы или становятся открытыми в нашей ЭБС, или могут сохраняться в закрытом доступе ВУЗа. То есть, здесь возможно любое решение. И обращаю ваше внимание на то, что сказал Иван Засурский по процедуре проверки Рособранадзора, которая припринята и будет доведена. Если работы открыты, то проверять по сути дела ВУЗ не нужно. Это все как на ладони. Можно выгрузить, можно зайти, ту тыкнуть, другую. А вот если работы закрыты, то есть, где-то внутри какого-то программного обеспечения ВУЗа сохраняется, то здесь нужно залазить. Это будет уже какая-то некая тотальная проверка, которая бесспорно более сложная. И разумеется, когда ЭБС их немного, то есть, проверяющие быстро привыкнут, как это видеть, когда решение собственное, то каждый раз им придется влазить глубоко и копать по самую глубину. В общем, в готовом решении публикации плюс тот, что все затраты падают на студента ЭБС, ВУЗ в максимальной степени освобождается от дополнительных усилий. Бесспорно, они останутся, система она все равно вузовская будет, но тем не менее, вот такие материальные расходы силы времени будут падать на отношения студента ЭБС. Ну, про расходы я на все вопросы отвечу в конце, да, все перечитаю, а то так не могу по ходу отвечать, но на предыдущем слайде я описывал, откуда возьмутся расходы, если ВУЗ сам создает это все для себя заново. и еще одна опция, это тоже на основе нашего готового решения, то есть работы не обязательно могут публиковаться только онлайн открыто, но мы можем предоставить ВУЗу и закрытую базу данных учебных работ оффлайн, то есть все делать у нас, а сохраняться она будет у ВУЗа, я думаю, это многим будет интересно. Ну что это позволяет? Во-первых, в этой базе данных учебных работ ее просто мне кажется необходимо иметь каждому ВУЗу, потому что он будет видеть, контролировать студенческие работы, потом в этой базе можно будет реализовать единый стандарт правил публикации в ВУЗе, можно будет включать эти работы в учебный процесс в ЛМС и в других системах, ну и самое главное, вся информация, все работы, вся вот эта интеллектуальная собственность будет сохраняться на собственных серверах ВУЗа и ничем он здесь не рискует, ничего не отдает. Вот я покажу это решение там чуть-чуть подробнее, здесь надо будет приобретать наш офлайн модуль, а в целом вот вся эта сфера связанная с публикацией студенческих работ, она будет осуществляться бесплатно как некий бонус, ну просто как дополнительная функция ЭБС. Ну а теперь я постараюсь рассказать, что вот за качественный скачок связан с вот этим переходом от простой учебной работы в рукописи к научной публикации. Вообще я сам считаю, что это очень серьезное повышение статуса и работы и студента. Но все-таки публикация это полноценное научное произведение, это уже целое издание, которое может быть и электронным, и печатным. То есть это каждый, кто писал, знает, что между рукописью и публикацией дистанция огромного размера. В частности, из этого вытекает, что уже вот такая публикация подпадает под действие защиту авторских прав четвертой части гражданского кодекса. И сам автор выступает уже как полноценный настоящий автор в смысле гражданского кодекса. Еще очень важный момент. Если рукописи и учебные работы делаются абы как, кто как себе представляет, то публикация должна полностью соответствовать правилам оформления научных работ. Так же как и в любом журнале оформления статей, в издательстве оформления монографии. Тут тоже требуется стандарт и он довольно сложный. Таблицы, иллюстрации, ссылки, сноски, литература. Вот это все должно быть упорядочено. Вы знаете, мы в издательской среде знаем, что очень непросто довести это действительно до вида публикационного, когда это можно показать другим людям. При публикации сам процесс публикации это публичный акт. То есть, в данном случае то, что ты написал, увидел твой, может быть, научный руководитель, теперь выносится на суд общества, включается полноценную научную коммуникацию, научный оборот. Эти работы могут цитировать, могут критиковать, ссылаться. то есть, это действительно уже совсем другое пространство, в которое вступает студент. И, разумеется, это серьезно повышает статус автора практически до звания ученого, если это работа полноценная, со всеми вытекающими правами и обязанностями. И, вот, что означает теперь эта научная публикация из личностной перспективы, вот, для самого молодого человека. Мне кажется, это тоже очень знаковое событие для студента. Ну, во-первых, научная публикация становится его первым фактом научной биографии, первым шагом его научной карьеры. Для тех, кто движется по этому пути, это, конечно, будет очень важное событие. А кто не движется, для того, нужно будет тянуться и подтягиваться. дальше вот это научное, начало научной карьеры позволяет сделать тот первый шаг, который уже дальше даст студенту возможность полноценно общаться с другими учеными, включаться в научное сообщество, научную конкуренцию, то есть, идти дальше по этому пути. Вместе со своей публикацией студент начинает или продолжает свое портфолио студента, это тоже у нас будет доступно в ЭБС. Вот это портфолио можно в дальнейшем предоставлять работодателям, то есть, показывать, как свою визитную карточку, где можно оценить реальные достижения, уровень студента. Вот это одна из важнейших мыслей, которые вообще заложены в эту идею студенческих публикаций. Ну и наконец, публикация может пойти в печать, распространяться в социальных сетях, в других репозиториях открытого доступа, то есть, приносить славу, какую-то публичность, известность, почему нет, сколько мы знаем таких вот молодых талантов. Дай Бог им с помощью вот этого начала найти более простой путь карьеры. В общем, публикация это своего рода научная инициация. И я считаю, что вот это будет один из таких барьерных, пороговых точек биографии каждого молодого человека. А теперь как это выглядит у нас уже сейчас реализовано в личном кабинете студента. Есть такая закладочка «Мои публикации». И это можно уже делать сейчас. Собственно, я вам могу, если успею, будет время, покажу на самом сайте. Ну и вы все имеете доступ, можете посмотреть. Студенческие работы у нас уже публикуются, уже идет заметный поток. Вот так выглядит личный кабинет публикации портфолио. Здесь загружается файл, принимается открытая лицензия Creative Commons, заполняется полностью информация, поскольку это все-таки авторская публикация, мы там не делаем корректуру, но мы делаем модерацию. То есть мы эту работу после того, как она загружена, просматриваем, смотрим, чтобы там не было экстремизма или какой-то некачественности. То есть проверяем. И дальше она уже появляется на экране ЭБС в папке в разделе «Студенческая наука». Вот можете увидеть там такую картину. этих новых студенческих работ. И помимо просто акта публикации, что, например, на Учкоре тоже доступно, у нас есть еще целый ряд опций. Первое – это интегрированная проверка на антиплагиат. Это пока у нас дорабатывается. Выглядеть это будет так. Если ВУЗ уже имеет полноценную подписку на антиплагиат или, скажем, оформляет ее с помощью нас, мы будем выступать агентами антиплагиата, то работа переходит на сайт антиплагиата и проверяется по всем доступным ВУЗу базам. Вы знаете, там можете на базу диссертации подписаться или просто на интернет. Это полноценная такая проверка. Если ВУЗ не подписан ни на что и через нас не подписывается, то он может пройти проверку на нашей собственной базе ЭБС на базе работ ВУЗа. Это внутренняя встроенная проверка на антиплагиат. Вторая опция, я думаю, очень важная и интересная, это внешнее рецензирование и оценка. То есть, опубликованную работу студента каждый может написать о ней что-то, оценить, покритиковать и, главное, сделать оценку. и уже на каком-то количестве у студента будет тоже некое объективное представление хороша или плохая его работа. Я думаю, это, конечно, породит некие проблемы для научного руководителя, не исключая этого, но это как на конкурсах любительская как это называется награда сообщества, публичная оценка, которая не имеет реальной экспертной составляющей, а всего лишь для самоориентации человеку. Третья опция, это эту работу опубликованную студент может организованно сдавать сразу на проверку преподавателю или кафедру, это тоже пока у нас еще не доделано до конца, ну, то есть, ему не надо будет куда-то носить ее, а практически кафедра в своем окошке тоже будет видеть все студенческие работы. И библиотека, кстати, в кабинете библиотекаря будет видеть все сданные работы. Так решается вопрос, как вот это все систематизировать и систематически отслеживать. Дальше у студента будет возможность, если вот он гордится своей работой, там очень много в нее вложил, но есть возможность напечатать эту работу в печатном виде по технологии print-on-demand у нас и получить вот как своего рода документ, как книжечку. Вот, и у нас еще заложена такая система, как гонорар за использованные работы. Для тех, кто наиболее успешен, он может это кое-как перевоплотить свои плюсы. Вот так вот выглядит опубликованная работа, можете видеть, то есть автор, название работы, дисциплина, жанры, библиография. Вот вы видите кнопочку оценить работу и увидеть результаты оценки, аннотация, содержание, то есть это действительно полноценная публикация, которая ничем в принципе практически не отличается от какой-то другой научной работы, которая у нас существует в ВБС. Но сразу предупрежу, что мы разделяем, конечно, на учебные научные контенты, учебники иммунографии и студенческие, то есть студенческая работа, это будет у нас отдельная база данных, отдельное окошко. И вот после того, как работа опубликована студентом, если он там поставил галочку, дал разрешение, эта публикация пойдет на внешние ресурсы, такие как научкор, киберлининг и другие, то есть будет публиковаться, имеет право публиковаться везде, где фигурирует научные работы. Вот, возможно, что мы будем давать это только работам с высокой оценкой, не всем подряд, а те, которые там высоко оценены. И для оценки этих работ поможет вот такой сервис рейтинг студентов и вузов. Вот, мы это сейчас доделываем. Это тоже такой соревновательный момент, который, я думаю, будет студентов серьезно мотивировать, когда они видят себя впереди или позади рейтинга по всем студентам, там, по отдельным вузам. Я думаю, что это такой очень элемент, очень важный для студента. Вот, я уже сказал о портфолио, что там же в личном кабинете формируется студенческое под портфолио. Сюда войдут как учебные работы, так и различные грамоты, сертификаты. Тут будет виден происходить мониторинг событий различных, рефераты, рецензии, которые производит студент ВБС, интеграция с Moodle, где тоже свое портфолио есть. То есть, это требование портфолио у нас входит в ГОС и тоже является очень важным таким отчетным показателем. Ну и last but not least мотивация студентов в тот гонорар, о котором я сказал. У нас авторы, ученые получают отчисления за использование их контента. То же самое будет происходить со студентами. Почему нет? За прочтение их контента будут начисляться баллы. И вот эти баллы студенты могут использовать у нас в интернет магазине. Приобретать книжки, все, что их душе угодно на Директ Медиа Ру. Это что касается общего сервиса, как его видит студент, что он получает. А теперь немножко несколько слов о том, что получает ВУЗ, если ВУЗ захочет создавать собственную базу данных этих учебных работ. то есть это по сути дела внешний сервис для внутреннего использования. Все происходит в ВУЗ, но работы в результате складываются, собираются в самом ВУЗе и видят только их. Студенты выкладывают работы в ВУЗ, как я рассказал, но работы уже будут видимо только для сотрудников ВУЗа, а не для всех пользователей нашей ВУЗ. Дальше эти работы будут сгружаться в программу на сервере ВУЗа и уже используются на локальных компьютерах ВУЗа. Здесь отличие еще от нашего открытого сервиса, что никаких лицензионных договоров здесь не требуется со студентами, а все отношения ИБС и ВУЗа регулируются договором услуг. То есть все авторские проблематика переносится внутрь самого ВУЗа и ему ничего больше не нужно. Обращаю внимание, что по такому принципу контент как некий раздел ВБС могут использоваться не только студенческие работы, но и вообще работы преподавателей ВУЗа и любые электронные издания внутри. То есть размещать, использовать нашу ИБС как свою собственную электронную библиотеку. Для того, чтобы эта система функционировала, требуется приобрести программное обеспечение, называется менеджер библиотеки. Это программа офлайн на сервере ВУЗа и полностью в собственности ВУЗа оказывается. Но это собственно электронная библиотека с теми примерно же функциями по изданию, что я описывал. Ну и последней части вебинара я расскажу два слова буквально о правовой основе нашей работы, открытой лицензии, о которой тоже уже сказал Иван Засурский. Это буквально новация тоже летняя. в Гражданский кодекс введена открытая лицензия, раньше этого не было. Если мы с преподавателями обычно на стандартном лицензионном договоре работаем, то вот со студентами будем работать на этой открытой лицензии Creative Commons. Это договор присоединения и студент в нем разрешает использовать работу на любых ресурсах в любом контексте при сохранении его идентификации. То есть то, что он автор. Те, кого этот вопрос интересует, могут посмотреть содержание этой лицензии. Она международная. Она позволяет дистрибутировать контент, в том числе и на коммерческих условиях. и адаптировать его, то есть включать в любые системы, если это необходимо. Детально об этом не буду говорить, обозначить вам содержание. Ну, и то, опять-таки, повторюсь за Иваном Зацурским. Если мы авторским работам даем ИСБН, и преподаватели у нас рассматриваются как издание, их работы как издание издательства Директ Медиа, если они с нами сотрудничают, то здесь немножко другой статус. Это самостоятельная, самоценная студенческая работа, а для идентификации мы присваиваем ей международный идентификатор дои электронный. После этого они легко могут доказать свои авторские права, распространять все, в общем, работать как с полноценным произведением и изданием. И благодаря этому ДАИ, вот этой всей системы, мы интегрируем сервис с другими системами научного доступа, о чем я сказал в самом начале, в частности с Научкором и ГПНТБ. То есть, во всех ключевых, как мне кажется, в системах открытого доступа, эта работа попадает, что позволяет студенту продвинуть свое имя, если у него есть действительно задел, то много из этого получить. Вот, собственно, кратенько я описал, что мы здесь предлагаем, тогда теперь отвечу на те вопросы, которые возникли, я видел, что их довольно много. буду зачитывать. В приказе 636 есть выбор, где публиковать свою выпускную работу. Ну, как я сказал, там широкий выбор, то есть, это должна быть как минимум электронная библиотечная система самого ВУЗа, а там в какой форме это будет ВУЗе происходить, на нашей ЛИБС, или в собственном каком-то ПВО, это уже на выбор ВУЗа происходит. Но работа должна быть доступна любому сотруднику ВУЗа, это тоже то, что прописано четко в этом приказе. Вот, то есть, может быть на сайте своего ВУЗа, если выполняет вот те условия, о которых говорилось, что проверяется на антиплагиат, и можно будет прочитать любому сотруднику. Так, ну это вообще вопрос, который уже Иван Засурский ответил, я дальше пойду. Яну ЧКОР. Так, если ВУЗом не разработано то, что перечислено на слайде 6, может ли выпускающая кафедра публиковать самостоятельно суббазу? Я думаю, что кафедра наверное может какое-то свое решение предлагать, но обращу внимание, вот этот приказ об аттестации он обращен к ВУЗу, проверяет обранадзор, и конечно Рособранадзору мне кажется будет неинтересно что придумала та или иная кафедра, будет вопрос обращаться к высшему руководству и спрашиваться о всей системе, как в ВУЗе реализован этот вот приказ, а не там на той или иной кафедре. Так, о затратах в принципе я сказал, я показал, что вот в этих деталях, где коренится черт, очень много таких затрат. До каждого студента так или иначе надо дойти, каждую работу проверить на плагиат, каждому студенту выдать вот это вот подтверждение, ну и имейте ввиду, кто может быть не плотно связан с информационными ресурсами, вот выложить работу, заполнить метаданны правильно, название работы, там жанр, то да сё, всегда там есть человеческий фактор, всегда есть ошибки, это довольно затратный такой момент, исправить надо что-то, что-то не так, в общем, там целая куча вот таких вот всяких трудностей. Сколько это будет стоить студенту? так, вот тогда сразу по вопросу стоимости ещё раз на этом становлюсь. Открытый сервис публикации у нас бесплатен, то есть студент будет просто публиковать, я думаю, даже, наверное, мы сделаем там, что не только подписчики наши, а вообще любые студенты из любого вуза смогут пользоваться этим сервисом. Это в плане студента. А вот если включается в дело вуз и желает получить сервис, то есть вот с этой базой данных студенческих работ, с опциями, там, проверки, сохранения и так далее, то вот этот сервис именно для вуза у нас будет платным. Ну, пока у нас вот в режиме бета-версии эта услуга очень дёшево предлагается. По сути дела, 10 тысяч это онлайн-версия и 20 тысяч это оффлайн-версия. Это вот для средних вузов и для крупных вузов там будет это в два раза больше. тоже 30-40 тысяч речь идёт. Вот. То есть в зависимости от тех опций, которые требуются. Вот. Ну, по сути дела, если требуется небольшое решение, то это вот в нашем договоре подключения к ЭБС будет просто оформлена отдельная опция и практически на стоимости ЭБС это, как вы видите, никак не влияет. Так. Вот здесь разговор там за сурским конкурсе. Да, вот это я обращу ваше внимание, что мы не просто будем рейтинги составлять, а мы будем конкурсы проводить, чтобы у студента действительно была возможность начать научную карьеру. И тех, кого это волнует, я думаю, это будет очень хорошей такой площадкой, новой возможностью. Конкурс будет называться Вернацкий. я пока зачитываю. Так. Будет ли возможность выкладывать не только ВКР, но и студенческие статьи? Вот на нашем ресурсе можно выкладывать только работы учебные. Это не только квалификационные, то есть не только дипломные, это еще и курсовые. Но малые формы статьи, лабораторные работы, какие-то рефераты нельзя выкладывать, потому что весь формат нашей ЭБС это книжный формат, издательский. То есть тут всегда работы крупных форм. Статья это немножко все-таки другое. Она подключается к журналу через вот эти сервисы. Так, сейчас внутри ЭБС антиплагиат работает. Вот на данный момент не работает, но я надеюсь, что вот со следующего семестра он уже будет работать. Каждому автоматически и бесплатно дается официальная рецензия. Это вопрос. Да, ответ точно такой же. Мы автоматически по кнопочке будем выдавать, ну не рецензию, а сертификат о том, что работа опубликована во всяком случае. Если будет интегрированный антиплагиат, то можно будет еще там написать и что проверено. Оценивать сможет любой входящий или только сертифицированный эксперт. Это вот уже по поводу оценки студенческих работ у нас на сайте. По сути дела любой зарегистрированный пользователь, то есть и студент может оценивать. У нас там порог будет три оценки, только после этого видна будет реальная оценка. Ну и мы будем следить, конечно, чтобы там не было накручивания, чтобы там не было, допустим, оценок из той же группы или из того же вуза. То есть здесь я вижу тоже некую проблему объективности оценки. Сколько стоит программа менеджер библиотеки? Ну это я уже сказал. немного. В общем, 10-20 тысяч стоит. Так, что дает студенту эта публикация? Ну это по сути дела я всю презентацию отвечал на этот вопрос. у каждой ВКР студента есть научные руководители. Как это будет учитываться или нет? Это учитывается. Там вы видели в заполнении информации у каждой работы есть атрибуция вуз, факультет, кафедра и научный руководитель. То есть будет видно какой научный руководитель. Ну а там уже может быть как-то и для научного руководителя какие-то интересные статистики пойдет. да вот подчеркну в науч коре можно тоже статьи публиковать в отличие от нас. То что у нас появится появится на науч коре а то что на науч коре появится у нас именно ВКР. Так портфолио студента является является ли портфолио студента опцией договор с ВБС. Да портфолио ни в каком виде там не надо платить это по сути дело окно ВБС и в Муду. Все бесплатно. Сроки перехода на эту систему. Ну по сути дела вот мы этой презентации открываем используем то есть практически все у нас реализовано кроме интеграции с антиплагиатом можете уже отсылать своих студентов сами смотреть и брать тестовые доступы именно для базы данных студенческих работ. Вот в отличие от открытых публикаций вот это ваша внутренняя база данных студенческих работ связанная с ПО это отдельная коммуникация это наверное какой-то должен быть тестовый доступ чтобы вы познакомились так у нас ВКР проходит проверку на антиплагиат какой процент антиплагиат должен быть у вас но еще раз подчеркну то что говорил Иван Засурский нет такого процента который бы четко говорил списано не списано это все равно смотрит кафедра экспертиза мы тут только технический сервис а кафедра смотрит может быть это юридическая работа там все корректно то есть здесь никакая техническая система не установит автоматическое обвинение в плагиате сколько по времени будут размещены ВКР ВБС год-два или всегда хороший вопрос о котором я даже не задумывался я думаю что тут мы установим какую-то историческую срок ценности вообще научной работы для учебников они там 5-10 лет наверное и такая студенческая работа не имеет бесконечной ценности это не классика наверное 3-5-5 лет мы будем держать такую работу и по мере устаревания актуальности темы информации просто убирать ее ну вот собственно мы как раз подошли к концу даже с немножко с небольшим хвостиком на все вопросы я по-моему ответил вот если да будут вопросы то у нас есть на ЭБС онлайн консультант наша техническая поддержка и вы всегда сможете ответить получить ответы можно еще буквально пару слов добавить да я еще раз хотел поблагодарить и за то что вы ведете такого рода разъяснительную работу с вузами и очень благодарю тех кто слушает вас потому что очень важно действительно понимать изменение правил игры и переход статуса от просто документа непонятного который где-то пылиться на кафедре является даже толком отчета к решающему документу который определяет судьбу вуза и в связи с этим очень важно сейчас успеть до конца учебного года и у всех есть выпускники у всех есть очень важно до всех донести эти правила поэтому мы сделаем специальную бесплатную книжку руководства как гид и отдадим ее всем и в том числе к Статину Николаевичу отдадим чтобы он вам всем передал это все для студентов открытый бесплатный гид о том как правильно писать оформлять научные исследования в том числе как правильно указывать ссылки потому что тут я хотел буквально вот этот процент оригинальности да вот то что часто задают а какой должен быть вы понимаете в научной этике не должно быть никакого не как сказать неправомерного заимствования вообще в принципе если оно есть в работе это вообще это уже серьезно другое дело что мы настолько привыкли просто катастрофе что вся страна производит специалистов большевые отчетности и считается что как бы определенный уровень погрешности нормален и он заложен в софте который не может распознать даже мои собственные статьи вот это логично все что тогда есть норматив но этот норматив не может быть жестким потому что способности программы меняются и меняются поставщики и пишут что работа не может состоять из цитат вы понимаете в чем дело работа может состоять из цитат которые расположены определенным образом точно так же как авторское право защищает подборку материалов а не только сами материалы это очень важно бывает когда вы понимаете в гуманитарных исследованиях литературы ведения иногда вы как будто ковер летете такой и узор узор то ваш а нитки должны быть чита потому что вы занимаетесь чем-то еще и поэтому может быть очень разная структура работы важно это кафедра оценивать во время защиты научная новизна авторский вклад это все актуальность обоснованность с точки зрения источников важнейший элемент поэтому очень важно когда ЭБС реально используют люди студенты реально имеют к этому доступ и я хочу сказать что у нас почему мы можем спокойно наступать с Константином Николаевичем потому что мы на самом деле совершенно не конкурируем друг с другом у нас нет никакого соперничества мы вместе выполняем одну задачу и наша задача очень простая способствовать внедрению новой культуры научной коммуникации нормальной потому что это сформирует огромную новую ситуацию как бы открытой науки и на сферах которая очень важна для всех нас потому что она выводит науку на новый уровень через социальные мотивации через коллективные исследования межисклинарные исследования и все прочее и это должно начинаться где-то если мы не обучили этому в ВУЗе то мы упустили возможность и мы упустили шанс человеку проявить себя получить какую-то квалификацию какие-то способности свои доказать показать работодателю принять счастье в конкурсах поэтому пожалуйста вот сейчас мы делаем все что можно чтобы ВУЗы пережили 2016 год чтобы и я в этом смысле призываю вас использовать этот инструмент публикаций для создания священного ужаса у ваших выпускников потому что возможно это их тогда смотивирует сделать действительно качественную работу а мы со своей стороны постараемся создать какие-то конкурсы какие-то направления конкурсов запросы от работодателей чтобы их как-то дополнительно мотивировать и в том числе в устроен научного царя Горына научном корреспонденте с помощью Константина Николаевича чтобы у нас была возможность дать людям студентам ощущение что их работы могут быть востребованы то есть они опубликованы в открытом доступе они могут цитироваться что у них может начинаться научная карьера научная биография и что у них может появляться научная публикация с легитимным статусом который можно потом еще отслеживать руководство будет опубликовано до конца года я думаю что это будет произойдет скорее всего через неделю или максимум две потому что мы завершаем обсуждение его на разных кафедрах мы обсудили на моей кафедре и в очень других кафедрах мы должны обсудить вот и когда даже оно будет опубликовано мы будем ждать ваших замечаний тоже между прочим потому что современная наука и современная вся интеллектуальная деятельность она делает сообща правда констатин согласитесь со мной да ну хорошо я просто благодарю вас и я просто благодарю вас и я отрубую почту отрубую почту мне кажется что будет отлично так благодарю Иван за участие всего доброго надеюсь меня слышно вот вот собственно теперь благодарю и всех кто участвовал в нашем вебинаре не только в этом и практически во всем нашем цикле ну в завершение это прощаюсь с вами и прошу уже Павла Юрьевича поставить точку на нашем коллеги 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 я благодарю наших замечательных ведущих а также тех кто принимал участие в вебинаре за участие в нашем вебинаре у меня последнее объявление собственно я напоминаю что те из вас кто посетил из наших пяти вебинаров осенне-зимнего цикла четыре и более кто желает получить сертификат прослушив за участие в нашем цикле вебинаров может обратиться к нам по любому доступному вам адресу например менеджер директ медиа ру указать что вы хотите получить сертификат и после соответствующей проверки вашего участия вам будет выслан бумажный сертификат если вас это интересует спасибо коллеги еще раз хочу сказать все вебинары которые прошли включая этот вебинар будут выложены большинство уже выложены будут выложены на нашем канале видеоканале на ютубе ссылочку я опубликовал мы будем дальше продолжать наши циклы вебинаров примерно раз в квартал или три раза в год у нас появляется новая информация для вас следите за рассылками следите за нашими новостями кроме того напоминаю что каждый вуз из наших подписчиков или не подписчиков имеет право обратиться к нам с просьбой о проведении персонального вебинара для работников вашего вуза пользуйтесь пожалуйста этой услугой тоже мы всегда рады будем сделать для вас вебинар коллеги я прощаюсь и закрываю наш цикл вебинаров еще раз благодарю всех кто принял участие будем ждать вас на следующих наших вебинарах в следующих циклах всего вам доброго до свидания до свидания